Буквально несколько минут назад в Новгородской области закрылись избирательные участки. Голосование по вопросам внесения по праву в Конституцию официально завершено. В региональном избиркоме озвучили последние на сегодня данные по явке. По данным на 18 часов, явка в среднем по области составила 46,6%. На участки пришли 228 722 жителя региона. Лидеры, начиная с первого дня голосования, 25 июня не менялись. Активнее всего участие во всенародном волеизъявлении принимали Мышинской, Парфенский и Волотовский районы. В аутсайдерах весь сегодняшний день были в Велике Новгород и Боровичи. Также активны очень участники голосования в Батецком, Поддорском, Холмском районах. 50-процентный барьер преодолели 14 районов. Всего в нашем регионе в течение 7 дней работали 543 избирательных участка. Решение о продлении периода голосования было принято, чтобы не допустить скопления людей в помещениях. Кроме того, была организована работа выездных пунктов. Участковые избиркомы по вечерам выезжали прямо во дворы. Повсеместно ключевое значение имела санитарная безопасность. Всем участникам плебисцита измеряли температуру, обрабатывали руки, выдавали маски, перчатки и собственную ручку. Жестко соблюдалась социальная дистанция, а потоки людей были разделены. Участие в голосовании принимали видные новгородские общественные деятели, представители наук, творчества, власти и социальных движений. Все они отмечали высокий уровень организации голосования и важность решения, которое принималось в формате народного волеизъявления. И самое главное, все было организовано на очень высоком уровне, позволяющем каждому из жителей выполнить свой государственный долг. В 1016 году князь Ярослав Мудрый даровал новгородцам первый русский свод законов, который назывался «Русская правда». По сути, русскую правду можно считать прообразом нашей российской конституции. Поэтому мы, новгородцы, можем с гордостью заявить, что русская конституция, как и русское государство, и русская демократия тоже родились на нашей земле. Россияне, напомним, голосовали за пакет поправок в главный закон страны. Всего их 206, и жителям страны было предложено поддержать или не поддерживать их все. Большинство выступивших «за» говорили о гарантиях в социальной сфере и защите исторической памяти страны. Так как я работаю в социальной сфере, для меня, конечно, социальные поправки, которые направлены на защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями, на защиту прав и интересов детишек, очень важны. Всю предстоящую ночь избиркомы будут вести подсчет бюллетени. Окончательные данные по явке и предварительные итоги голосования станут известны завтра. Субтитры создавал DimaTorzok